Обратились за помощью к губернатору. Жители микрорайона Спасская города Владимира написали открытое письмо, в котором просят руководство области обратить внимание на ситуацию с проездом школьников в общественном транспорте. Речь идет о льготном проезде. Сейчас учащийся, который проживает в удаленных микрорайонах наподобие Спасского, Верезина, Комунара, Заклязминского и Роктруда, в школы приходится добираться на автобусе. Платят они за проезд, как и все, 22 рубля, а проездной стоит полторы тысячи. Стоит отметить, что во Владимире льготы для школьников распространяются только для проезда на троллейбусах. Вчера было обращение нашего президента ко всей стране, не только к Совету Федерации, а ко всей стране. И там было четко сказано, что власти должны вести диалог с жителями. А диалога такого нет у нас, не существует. Мы сколько ни пишем, нам все отписочки напишут, и мы остаемся с носом. Нас это не устраивает. Некоторое время назад жители Спасского написали открытое письмо в адрес главы администрации города Владимира и получили быстрый ответ. Денег на льготный проезд для детей на автобусах в городской казне нет и не предвидится. А беспокойные жители микрорайона и работы общественного транспорта говорят, что интервалы автобусов 22 маршрута не соблюдаются. У нас периодически возникают такие вопросы по поводу автобуса. Утром бывает он сломается, то у него двери не открываются, то еще что-то получается, то уедет пораньше немножко. Ну, есть такие у нас перебои. С сербетишками приходится стоять на морозе, на остановочный павильон у нас как такового нет, тут спрятаться некуда, стоишь всем ветром назло. Мне очень хочется, чтобы 22-й С ходил почаще. Иногда стоишь на остановке и 20 минут, и 30 минут, и 40 минут. Даже замерзнешь. И еще такой вопрос, чтобы побольше ходил 22-й С. У нас очень много в поселке школьников. Как в ранние времена, в нашу бытность, наши дети, мы покупали социальный проездной, нам в школе давали справку родителям, мы ехали, покупали социальный билет, и наши дети ездили. А сейчас всех детей заставляют и на секции ходить, и на какие-то факультативы ходить. А ребенок должен доехать 22 рубля, приехать 22 рубля, потом опять ехать на факультатив какой-то 22 рубля, опять приехать 22 рубля. И это очень начетисто. Александр Карпилович, официальный представитель администрации города Владимира, рассказал нам, что недавно вопрос о льготных проездных обсуждался с жителями Спасково. Эти прекрасные жители были на приеме в администрации города Владимира, а конкретно в отделе транспортной связи. Они общались с руководителем отдела, который осуществляет кураторство всех общественных перевозок на территории города Владимира, и, соответственно, он им подготовил ответ. Потому что социальные, так называемые, там, проездные или прочее, да, это... Мы же не можем просто так взять и вести. Это надо с перевозчиками решить. Во-вторых, решить вопросы с руководящими доходами этого перевозчика. Понимаешь, почему отдел транспортной связи и сделан эту тему на разработку? А пока ответа нет, жители микрорайона Спаская уже готовы направить в адрес губернатора Владимирской области открытое письмо, со своими подписями которых набралось уже два десятка. Борис Пучков и Виталий Сергеев, губерния 33.